Здравствуйте, уважаемые телезрители! Завтра ответственный день для учеников, преподавателей, родителей учеников, для всех, кто связан со школой и вообще с процессом образования. Поэтому, наверное, мы сегодня именно об этом и поговорим, именно поэтому сегодня у нас в студии. Хотелось бы узнать, насколько школы готовы к началу учебного года, сколько вообще учеников сядет за парты. Ну и далее поговорим о том, что, может быть, сегодня волнует школу и родителей учеников, а может быть, даже и педагогов. Итак, насколько школы готовы к новому учебному году? Ну, действительно, уже все подготовительные этапы пройдены, все школы приняты, все образовательные учреждения, я бы даже обобщил. Потому что, фактически, сегодня в Новгородской области 560 организаций ведут образовательную деятельность, а вот к новому учебному году были представлены к приемке 410 образовательных организаций со своими филиалами, с различными своими структурными подразделениями и комиссии. А комиссии это были, как правило, районные, городские, в которые входили специалисты не только системы образования, но и контролирующих органов, а некоторые органы, такие как Роспотребнадзор, Роспошнадзор, проводили еще и задолго до работы этой комиссии проверки, соответственно, выписывали какие-то предписания, рекомендации, обсуждали, какие лучше сделать шаги для того, чтобы обеспечить безопасность, во-первых, со всех сторон безопасность наших детей, чтобы процесс образовательных в этих образовательных организациях был без нарушений закона. И вот такие комиссии приняли все наши образовательные организации, а их еще раз напомню 410, это и школы, школ у нас 168 и 41 филиал, это и дошкольные образовательные организации, а это 190 образовательных организаций дошкольных и порядка 50 отделений в общеобразовательных школах, это и центры дополнительного образования, и учреждения дополнительного образования, это и наши так называемые психолого-медико-педагогические консультации, раньше они называли сегодня это центры медико-педагогического сопровождения, у них тоже есть образовательный процесс для особых детей, поэтому все образовательные учреждения, всех уровней и муниципальные, и государственные сегодня готовы принять детей. И завтра, я знаю, что пройдут везде торжественные линейки с участием и самих детей, родителей, педагогов, гостей многочисленных, и мы очень хотим, чтобы этот праздник был действительно хорошим праздником. День знаний, начало учебного года, многие обсуждают сегодня, можно ли изменить дату начала, сделать не у всех одинаково, не у всех одновременно 1 сентября, пока эта традиция жива, и в Советском Союзе, и в России всегда был день начала занятий, это 1 сентября. Поэтому мне кажется, что вся система сегодня готова принять завтра всех детей нашей области, а их ни много ни мало, более 122 тысяч. И это нас радует, то, что количество детей в дошкольных учреждениях увеличивается, и сегодня это почти 70 тысяч ребятишек. Наших школьников становится тоже все больше и больше, это порядка 66 тысяч учащихся, и надо сказать, что количество детей и молодых людей до 17 лет за последние три года увеличилось на 3600 человек. Это показывает, что область живет, развивается, количество детей увеличивается, правда, это требует, конечно же, и в дошкольных учреждениях, в детских садах дополнительный мест, и они созданы. Сегодня мы говорим о том, что первая школа, построенная в Великом Новгороде за последние 20 лет, завтра, так же, как и многие другие школы уже опытные, открывает свои двери, и 1100 учеников, почти 1100. Придут в новую школу учиться, и мы там проводили педагогический форум, областной педагогический форум, и многие наши коллеги из всех районов могли увидеть эту школу. Это, конечно, здорово. Ну вот, раз уж вы заговорили об этой новой школе, которая рассчитана на 1350 мест, 1350, плановое наполняемое. Но пока пойдут немножко поменьше. Да? Но вообще, вот появление этой школы, оно сняло вот этот острый вопрос второй смены в городе? И вообще, вот, ну, не хватало образовательных учреждений на торговой стороне. Вот с появлением этой школы этот вопрос снят? Или все-таки он стоит? Ну, вообще, когда мы открывали школу, мы предполагали, что будет движение. Движение детей, потому что родители переезжают в новый микрорайон, активно развивающийся, застраивающийся район Евушки. И сегодня мы видим, что полностью не снимает проблему. И мы рассчитываем на еще одну школу, которая будет построена в этом году в Пусковском микрорайоне на улице Белорусской. Но, возможно, еще потребуется школа. Потому что, действительно, рождаемость повышается, и мы этому радуемся. Но надо на это отвечать действиями уже конкретно, строить детские сады и школы. А вот какие гарантии, что все-таки вторая школа появится в Пусковске? Ну, она уже строится, активно строится, осваивается. В этом году? Уже начинается монтаж панелей, уже монтаж первого этажа. Поэтому первому января строительные работы должны быть закончены. Насколько это будет выполнено, время покажет. Но пока такая задача стоит, и цель наша именно такая. Как вы думаете, как долго сохранится вот эта тенденция прироста населения? Пока она ощущается в среднем звене, я бы так сказал, в школе. Потому что пока увеличение выпускников в этом году мы не увидели. Возможно, уже на следующий год увеличение выпускников из 11 классов. И тогда мы уже почувствуем, что и в наших высших учебных заведениях прирост абитуриентов. Позволит это, конечно, нам увеличить и уровень наших абитуриентов за счет конкуренции. Потому что сегодня многие выпускники уже стали выбирать не только высшие учебные заведения, или даже не столько, а все больше и больше выбирают наши колледжи, рабочие профессии. И это тоже правильно. Потому что производство сегодня требует не только выпускников с высшим образованием, но и с средним профессиональным, и квалифицированный рабочий кадр нужны. А что с педагогическим персоналом? Появляются новые молодые кадры? Идет сегодня молодежь в школы, в другие общеобразовательные учреждения? Вообще в детские сады идут ли молодые кадры? Медленно, но верно, я бы так сказал, все-таки прослеживается омоложение. Некоторое омоложение педагогических коллективов. Если мы раньше говорили несколько лет назад, что уже по некоторым учебным дисциплинам уже пенсионного возраста, средний возраст педагогов достигает, то сегодня все-таки увеличивается количество молодых людей. До 35 лет уже сегодня 17% работников, а пенсионного возраста, те, которые достигли уже 55 женщин или 60 лет мужчины, это 22%. И очень радует нас то, что сегодня конкурс высшеучебных заведений на педагогические специальности есть, и качество поступающих на эти специальности абитуриентов достаточно высокое. И нас это не может не радовать, это говорит о том, что все-таки интерес к педагогической профессии у молодых людей есть, они связывают с этим интересом свою перспективу профессиональной деятельности, и, соответственно, у нас есть хорошая надежда, что молодые люди, знающие, умеющие пользоваться новыми информационными технологиями, скоро придут в наши школы, в наши образовательные организации. Вы знаете, вот уже в четвертый раз прошло общероссийское родительское собрание с министром образования и науки, и там скрывались очень многие проблемные такие моменты, которые, к сожалению, пока еще присутствуют в сфере образования. Вот как вы смотрите вообще на эту, так сказать, практику проводить общероссийское родительское собрание? Вы знаете, это очень хорошая форма, я считаю, когда открытый диалог. Понятно, что все родители не могут находиться в одной студии, но, тем не менее, сегодняшние средства телевизионной коммуникации позволяют это сделать, и когда вся страна может видеть одновременно участвовать в этом диалоге, это здорово. И мы вчера вместе с нашими родителями в гимназии Новоскул принимали участие в этом родительском собрании. И то, что говорит сегодня министр, важно услышать напрямую и без передачи. Понятно, что есть и печатные издания, и интернет-издания, и телевидение, в конце концов, но прямого диалога нечасто увидишь. И вот эта форма очень хороша. Понятно, что задают вопросы очень разные. Начиная от того, когда появятся те или иные учебники, например, по истории больная тема, какой учебник и может ли вообще быть единый учебник истории для всей страны, с учетом и регионального компонента, с учетом и политических взглядов тех или иных периодов. Поэтому это вопросы серьезные, которые касаются работы специалистов. В том числе задают вопросы, как ремонтировать школы, когда обращаются к родителям за помощью, поставка или обеспечение учебников. Все эти вопросы реально существующие, реально волнующие наших родителей. Поэтому мы всегда готовы к диалогу и на любом уровне. В том числе министр показывает, что запретных тем нет. Можно задавать вопросы на любые темы. От самых простых, насущных, до сложных, в том числе и новых форм образования, семейное образование. Насколько сегодня образование семейное, так называемое, а это новая форма, доступно, возможно, и, например, задавали такой вопрос, может финансово компенсироваться из бюджета. Ну вот мы буквально через несколько секунд продолжим разговор в студию, уважаемые телезрители. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 67 97 67. Если у вас есть вопросы к нашему гостю, это руководитель Департамента образования и молодежной политики Новгородской области Александр Глебович Ширин, то, пожалуйста, поторопитесь. У нас остается немного времени до конца программы, а мы через несколько секунд продолжим разговор в студии. Оставайтесь с нами. Ну вот еще до моего призыва уже звонки начались. Послушаем телезрители. Мы слушаем вас. Алло, добрый вечер. Вечер добрый. Меня зовут Николай Васильевич. Я живу около 21-й школы. И вот, значит, и строил ваше управление. И меня просто возмущает, что сделали. Была там очень прекрасная теплица, которая и рассадует цветов, там, и, ну, люди, дети обучались. Вот. И завод шеф тоже получал от них цепи для клумб и прочее-прочее. Если не нужно это, то хотя бы подсклад. Ведь самое... Ну, смотреть сложно. Ну, действительно, есть такая проблема. И в некоторых наших образовательных организациях проектами были предусмотрены теплицы. И многие школы сохранили их в рабочем состоянии. И, ну, невозможно выращивать там огурцы, помидоры и использовать их в столовой, потому что есть определенные ограничения для такой продукции. Конечно. Потому что есть строгие требования, чтобы не нарушать их, мы отошли от такой практики. Но, тем не менее, можно, и кто-то выращивает рассаду цветов и высаживает их на клумбы. В конце концов, для ребят, которые занимаются на уроках биологии изучением различных растений, это тоже, возможно, практика. В каких-то, к сожалению, школах не удалось сохранить, а восстанавливать, конечно, это затратно. И достаточно дорогое удовольствие сохранить в рабочем состоянии теплицы. Но вот пока, к сожалению, есть такие моменты, которые не позволяют сегодня сказать, что все наши теплицы сохранены и используются и в учебном процессе, и для того, чтобы сделать обучение ребят интересным, применяя практические методы. Хотя, конечно, мне очень жалко. Я всегда за практическую сторону обучения и участие ребят в таких практикоориентированных делах, как, например, выращивание собственными руками цветов, которые будут украшать школьную территорию. Наверное, тут еще должен быть взрослый человек, который всех зажжет. И вот ребят заинтересуют этим делом. Вот человеческий фактор, он имеет в школе огромное значение. У нас есть еще один телефонный звонок. Мы слушаем вас? Здравствуйте. Вы отметили, что старая гвардия учителей постепенно уходит, приходит молодая сила. И у меня в связи с этим вопрос. Скажите, пожалуйста, как складывается взаимоотношение молодых учителей с учениками? Нет ли у них конфликтов? Спасибо. Конечно, всегда существовал вопрос, насколько молодой специалист, придя после университета, после института в образовательную организацию, насколько его опытный педагогический коллектив принимает, окружает своей опекой, в том числе и методической помощью. И от этого очень часто зависит, останется молодой человек или нет. Насколько складываются отношения с детским коллективом, конечно, это во многом зависит от самого человека. И если учитель – личность, если у него есть кроме учебника по тому или иному предмету еще что-то такое интересное, чем он может увлечь и во внеурочной деятельности, тогда, как правило, складываются отношения хорошо. Другое дело, что учительский труд, как и любой педагогический труд, требует большого терпения. И здесь невозможно говорить о том, что одним или двумя действиями, завоевав авторитет детей, этот авторитет будет долго-долго сохраняться. Как говорил классик в фильме, мы должны каждый день, учитель каждый день должен доказывать свое право быть учителем и быть интересным своим ученикам. И именно в этом состоит искусство учителя. И только тот учитель без усилия, внешнего усилия, конечно же, с большими усилиями над собой, над своими знаниями, может быть интересным. Который каждый день работает над самым совершенствованием. Я согласна, так должно быть в идеале. А вот как у нас складывается, есть ли какие-то конфликтные ситуации молодых преподавателей и их учеников? 22 тысячи педагогов. Конечно же, есть разные ситуации. Конечно, в каждой ситуации надо разбирать отдельно. И, как правило, нам удается, во-первых, имея управленческий опыт и педагогический опыт самих педагогов, которые участвуют в этом, если можно сказать, конфликте, кто-то может вовремя подсказать, кто-то в конце концов должен снять то напряжение или ту напряженность и горячие головы чуть-чуть охладить, и тогда нормализуется работа. Каждый педагогический коллектив, несомненно, имеет в своем арсенале много вот таких добрых инструментов, которые позволяют молодому педагогу обрести нужные качества. У нас еще два звонка, четыре минуты до конца программы. Послушаем, да? Конечно. Очень коротко, если можно, отвечаем. Мы слушаем вас. Алло. Мы с вами. Вы с нами? Да. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Алло. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, существует ли учебно-производственный комбинат на территории Великого Новгорода? Была такая практика, когда ребята, старшеклассники могли получить профессию, и для этого были разные варианты. Или же в школе, и в школы, взаимодействуя с базовыми предприятиями, с шефами, организовывали такой процесс обучения. Кто-то приводил детей, или сами ребята ходили в учебно-производственный комбинат, и это действительно была хорошая такая практика. Я в свое время закончил школу и получил вместе с аттестатом документ о том, что я имею рабочую профессию. Она мне никогда не помешала, а наоборот давала всегда надеяться, право надеяться на то, что я смогу найти работу, даже если я не поступлю в институт. Но я поступил в институт и выбрал учительскую профессию, но сегодня такую задачу мы не ставим, но есть разные формы современной системы образования. Но комбината нет этого, да? Комбината нет, но есть возможность получить профессию, и это надо делать. Это и хорошие проекты вместе с нашими колледжами реализуют наши многие школы, и такую задачу мы ставим. Научить, может быть, не всегда вручить документы об образовании, о получении профессии, но это возможно. У нас еще один звонок, и, наверное, он будет последним сегодня. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, очень быстро растет микрорайон Иушкино-Большой Московской, и очень много детей проживает в нашем микрорайоне. Детские сады будут построены? Школа есть, будут ли сады? Запланировано, и место уже отведено под школу, под детский садик рядышком со школой. Боюсь, что одного детского сада там будет недостаточно. Понятно, что это всегда связано с программой развития самого города, и здесь надо такие задачи ставить. Когда мы обсуждаем количество детей, проживающих в этом микрорайоне, мы, конечно, говорим, такая потребность есть. Но это решение, которое должен принять город, и, соответственно, выделить под это и участок земли, и, соответственно, подготовить многие вещи. Это и сети, это и инфраструктура. Но такие вещи должны быть, и один, по крайней мере, детский садик. Я уже точно знаю, что он запланирован. Ну вот я коротко скажу, что в этом году астрономия возвращается в школу, мы не будем на этом долго останавливаться. Это, наверное, ни одно нововведение. Вам, наверное, придется еще раз к нам прийти и рассказать обо всем, что ждет школьников в этом году. Мы приглашаем вас еще раз. Ну а сейчас остается буквально минута. Может быть, у вас есть слова какие-то теплые для всех, кто пойдет учиться с 1 сентября? Конечно, когда мы в преддверии 1 сентября говорим о том, что 122 тысячи молодых людей завтра, кто в детский сад, кто в школу, в начальную, кто в среднее и старшее звено, кто в колледжи, в техникумы и даже в институты наши ребята поступают. Мне хочется всем пожелать, конечно же, успешного обучения. Нашим педагогам, а это более 22 тысяч человек, мне хочется пожелать желания работать. Желание работать с различными ребятишками и, конечно же, чтобы эта работа приносила радость. Пусть наши ученики радуют наших всех педагогов. Поэтому всех с наступающим новым учебным годом. Ну а родителям, конечно же, терпение, потому что изучать вместе со своими детьми науки непростое дело. А без вас, уважаемые родители, в этом никак не обойтись. Поэтому всех поздравляю с наступающим днем знаний с 1 сентября. Присоединяемся ко всему, что вы сказали. Благодарим вас, уважаемые телезрители, за то, что эти 20 минут были с нами. Всего вам доброго, до новых встреч. Ну а вас ждем еще раз к нам в гости. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok